В Орбитажном театре первый концерт нового цикла «Триумфальный Петербург». Освящена эта программа праздникам, которые были в Петербурге, которые связаны тесно с его историей. И это разделяется на несколько тем. Мы начинаем именно с военной темы, потому что Петербург был основан сначала как город-крепость. У нас первый опыт вот такой программы, когда, в общем, синтез разных видов искусства, потому что здесь музыка, и будет зрительный ряд, и те, кто будет читать актер. В главной роли Петербург, Петр первый юбилей которого красной нитью проходит через все городские события этого года, еще и родоначальник духовой музыки. Именно он вел единицу штатного музыканта в полках. Концерт нового формата заставляет прислушаться и сделать для себя новые открытия. Все прекрасно знают марш Мендельсона. Марш Мендельсона — это полковой марш. Он был присвоен казачьему полку. Это основной марш лейб-гвардии казачьего полка. Хотя никто об этом, по сути своей, не знает. От Петровских ассамблей до конца Российской империи, до революции — это маршевая история, это духовой оркестр. Мы проходимся от и до через какие-то знаменательные события, личности Великие Петербурга, ну и, естественно, музыкальные и литературные произведения. Северная война, русско-турецкая, отечественная война 1812 года, Первая мировая. Все эти трагически триумфальные страницы истории подарили вдохновение великим композиторам. Марш Семеновского полка, Полтавский бой из оперы «Мазепа», «Гром Победы раздавайся». Сегодня эти и другие произведения звучат в единственном сохранившемся театре 18 века. Этот театр абсолютно блестящий. Я немножко с опаской относился к тому, как будет звучать здесь духовой оркестр, потому что, особенно в связи с тем, что мы находимся чуть-чуть как бы в глубине сцены, но на репетициях я удивился то, что нам абсолютно не мешают те кулисы, которые есть, которые, казалось бы, могут забирать, может быть, звук. И звучание очень мягкое получается и красивое. Особое звучание маршей, атмосферное погружение в моменты прошлого. Творческая команда ставит перед собой амбициозные просветительские цели и уже в следующих концертах цикла перейдет к другим темам, чтобы по-новому представить зрителю историю Петербурга. Субтитры создавал DimaTorzok